привет друзья меня зовут кузнецов сергей это канал опыт чудака и сегодня вот такая хорошая погода на букву х как принципе целое лето 2019 год 15 сентября но мы едем на машине крым сегодня не то сказал друзья конечно же 15 августа кстати в сочи мы ездим именно в сентябре и в общем то чаще всего попадаем хорошую погоду в крым решили выехать пораньше в августе мне это не совсем удобно из-за работы но тем не менее в этом году именно так итак друзья поедем сейчас будем все показывать и рассказывать все тут маленькая кнопочка есть я хорошо иметь работящую жену весь дом построила мне я гвозди такой шкиваю подавать итак уже выехали штурман юля нахмурившись как всегда детеныш как настроение ну покажись детеныш ксюшенька все нормально пока нормально так она кстати засечь на самом деле а я друзья когда главные герои ролика будут молчать буду порой комментировать происходящее может что-то рассказывать забегать вперед и так вы сейчас видите как мы едем по нашему городу череповец справа видите церковь христо рождественскую улица парковая сейчас будем приезжать по самому красивому и большому мосту на сегодняшний день в городе череповец мост октябрьский весь фильм будет состоять из нескольких частей части будут примерно по 15 минут какие-то короче какие-то длиннее забегая вперед мы увидим севастополь голубую бухту мыс фиолент вы увидите как мы встретились с нашими родными которым мы собственно и направляемся также мы поедем в горы мангуккале посетим судак судаке мы проведем больше недели новый свет мыс меганом также я встречусь со своим клиентом с которым не виделся 10 лет чисто случайно встретимся в общем покидаем город череповец а вот и наше море череповецки называется рыбинское водохранилище если может никуда не ездить здесь остаться вот как правда не очень плюс 16 и дождь лето 2019 выдалась холодная в наших краях угрюмая вот такую картинку вы наблюдаете сейчас вот так было все лето друзья всю весну да и зимой тоже у нас не очень комфортно пролет кто-то такой хорошо погоду красиво конечно впереди вот большой видишь весь мост мы это налево сейчас мы потому я не помню поедем или нет развил когда сейчас будет на рыбинске на яросту лишь какой мост церковь там залег проезжаем поселок починок пересмотрел много роликов на ю тубе очень часто снимают уже крым когда уже приехали мы немножко поснимали в дороге так что пару первых серий будет именно про то как мы едем как мы доедем до трассы м4 дон как поедем по мосту потом по крымскому ну а сейчас пока что ярославская область бак страшный из вологодской мы выехали уже городчиковец это промышленный центр вологодской области едем в сторону данилова потом ярославль будет а вот остановились отдохнуть перекусить да ярославской области нихрена нею короче ничего не тепло пальм нету на дуба чище на стульчике посидеть на летнем столик поставить никакого желания нету ладно сейчас кушаем едем дальше итак это мы уже едем ближе к ярославлю дорога началась хорошая деревня бухалова это уже трасса от москвы до архангельска погодка начала улучшаться прямо стремительно на глазах видимо чувствуя что мы едем и хотим погореться друзья мы замерзли на замерзли на нашем туманном альбионе люблю вот так ехать 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 и нескончаемая трасса в этом есть определенная романтика только вы не сломаться как говорится не гвоздя не жезла друзья и и и и и и и итак проезжаем ярославль последний раз мы ездили в крым 2013 году еще по украине ехали по ялтинскому шоссе москва ялта были приключения у нас а тем не менее за крыму еще очень далеко железодорожный далеко сейчас много храмов уже здесь будет в 2013 году нас ободрали на границе хотели наркотики искать доблестные украинские пограничники просили взятку пришлось сдать чтобы избежать досмотра и проехать без проблем дальше ну и второй раз по днепропетровском там просто пожескарю с автоматами отжали у меня 14 тысяч рублей за надпись тату на автомобиле на заднем стекле вообще они хотели сначала 55 тысяч гривен сказали что это 5-6 тысяч долларов по курсу на тот момент вот такая память у меня осталась но в итоге договорились на 3 тысячи гривен видимо они сначала изначально рассчитывали на эту сумму а уже все вернее взяли рублями это было 14 тысяч рублей слабенькая проезжая Ярославль перед нами вот ехали вот так вот коровы в кузове сейчас можно их увидеть там бедная корова смотрит на нас не знаю куда ее везут надеюсь надеюсь что не на консервы надеюсь ее на луга куда-нибудь везут ну может быть там я не знаю прививочку какую-нибудь сделать я не знаю нефтеперерабатывающий завод ярославский сейчас мы видим мы не ехали по МКАДу немножко забегу вперед мы свернули на Ногинск электросталь объезжая Москву было уже темно поэтому съемки там не будет ну вот просто расскажу для тех кто ездит по этой трассе ну вернее кто огибает Москву ну вполне можно поехать на Ногинск правда сейчас там ремонты много ремонтов но если на МКАДе пробка то получается выгодно так поехать потому что быстрее в итоге проедешь но имейте ввиду что кольцо будет где-то около 95 км вокруг Москвы у нас было такое что мы ехали в одну сторону именно таким путем а обратно ехали по МКАДу и получилось в принципе одинаково то есть по километражу то вроде бы как по МКАДу намного меньше но за счет того что мы часов наверное не знаю 5 наверное простояли ну просто на подъезде МКАДу и на выезде с него очень много времени потеряли Петропавловский храм построен на личные средства императрицы Екатерины II основан в 1730 кажется году или 1703 на территорию вот уже тепло объезжаем Переяславль Залезский А также у меня был случай как-то свернули мы немножечко с МКАДы не туда уехали в самый город ну я не москвич мне там тяжело ездить не знаю я там дорог в общем до Кремля практически доехали не понравилось мне такое путешествие мы едем не спеша наша дорога сразу скажу что займет три дня ну практически трое суток но я имею ввиду с ночевками конечно же ночью мы спали и никуда не ехали и только на утро третьего дня мы приехали к нашим родным город Севастополь на мыс Фиолент очень теплая встреча крымчане мы любим вас и я рад что посредством интернета ютуба можно теперь поделиться своими впечатлениями с вами друзья с более широкой аудиторией друзья подписчики гости канал ближе к москве красивые места встречаются село новое деревня новая даже современные домики такие в архитектуре напоминают старинные ну а сами по себе старинные соответственно тоже дышат прямо вот русской деревней вымирающей но подкрашенной подмазанной подколоченной ближе к москве все таки так все культурнее становится вот едешь там по трассам в тверской области тоже есть красивые деревни но они такие заброшенные совсем не ухоженные развалившиеся там красный полон город такой вот вызывает и восторг и в то же время такую печаль вызывает потому что смотришь что как бы все вроде как двигается не назвать это мертвыми городами но так ни шатка ни валка тут покажи вот трасса вот смотри прямо вот видно что столица рядом прямо вот машины поток грузопоток люди едут товар везут все культурно чинно благородно справа пожар кажется все нормально родной запах да сельское место вот такой номерок сняли по дороге сельвом а тут смотри кому что нравится вот кому лев а кому вот целующаяся пара камер нет камер нет камер есть камер есть да я по сверху сверху на пододеяле да итак друзья первый день нашего путешествия подошел к концу впереди будет много много интересного открывайте следующее видео видеоролик про наше путешествие будет состоять из нескольких частей мы увидим Севастополь голубую бухту мы с фиолент посетим судак новый свет мы с меганом 35 батарея много 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 интересного все расскажу покажу я рад что есть такая возможность заснять и поделиться с вами друзья своими впечатлениями и так Крым на машине 2019 год меня зовут Кузнецов Сергей канал опыт чудака я верю что все будет хорошо ну по крайней мере когда-нибудь друзья ставим палец вверх до конца вам продолжим ух Продолжение следует...